И снова здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать уже на шестнадцатый этап нашего челленджа из грязи в Князи. У нас Сочи, и у нас пасмурная погода. Я очень надеюсь, что дождя у нас не будет, потому что не хотелось бы, прям очень не хотелось бы ехать в Сочи в дождь, даже маленький. Трасса длиной 5848 метров, имеет 18 поворотов и две зоны ДРС. Есть интересный третий сектор, который я ненавижу, с большими перепадами высот, ну и в принципе трасса достаточно пилотажная, но я ее прям всей душой ненавижу, потому что не люблю там ездить. Потому что, ну, по факту, это только два обгонных места, это после двух зон ДРС, как бы классика. На поле у нас Вальтери Боттес Король, в Сочи у нас, ну, традиционно, как обычно, в реальной формуле, и только потом стоят и Феррари. В купе конструкторов мы лидируем над Феррари, так же, как и в личном зачете над Себастьяном Феттелем. Ну, а по полной стартовой решетке у нас, как я и говорил, Ботта стартует с полупозишн, дальше у нас стартует Себастьян Феттелем, он ему проиграл чуть меньше одной десятой. Дальше у нас Шартли Клэр, Макс Ферсапен, Алекс Алман, Серхио Перес, Кевин Магнусен, Карлос Сайенс, Ким Райкенен и Ника Хюлькемер замыкает топ-десятку. Очень интересная стартовая решетка, нету точного лидера группы Б, но, в принципе, из-за этого группа будет плотная, возможно, мне будет легче прорываться, а, возможно, наоборот, будет сложнее, потому что все будут ехать в Слипстриме и в ДРС, пока будут отъезжать лидеры. Ладно, у нас тактика Soft Medium, в принципе, для Сочи это обычная тактика, один питьстоп, самые мягкие комплекты, но я решил, что почему бы не стартовать с Medium, одел Medium и отправился стартовать. У нас в Гассно-Тагни стартует Гран-при России или Сочи, стартую я, конечно же, очень плохо, и все просто начинают от меня отъезжать. Но из-за Слипстрима и всех подрубленных режимов я очень быстро нагоняю Рассела и Кубицу, они все зачем-то оттормаживаются по центру трассы, и я сразу же прохожу четыре болита, просто по траектории оттормодившись. Ладно, это как-то было очень тупо. Дальше передо мной ведет борьбу Гасли со Стролом, они едут бок о бок, я тут подъезжаю к ним, думаю, может, третий в ряд залезть, но я вспомнил, что у меня стоят реалистичные повреждения, поэтому не стал лезть. Я просто дождался момента, когда можно будет побороться с Гасли, потому что они ехали бок о бок с Стролом, Строл его начинал опережать, ну а я пытался приехать паровозиком за Стролом, но это как-то не очень хорошо вышло. На первых кругах я была осторожна, потому что я не знала, как машина себя будет вести на полных баков, потому что я 50% дистанции в Сочи ехал прям очень давно и не помню, как вообще ведет себя машина. На старте у нас в Альтре Боссе поначалу стартовал хорошо, но Дэви и Феррари в Слипстриме прям подъехали за ним. Сначала Тебасиан Феттель думал, его будет отыковать, но потом Штарли Клер, оттормозившись под траекторией, просто взял и объехал Ботовса. Он стартовал третьим, в принципе, у нас и в реальной формуле А1 Феттель, когда стартовал с третьей позиции, вышел в лидеры. И может сказать с удеренностью, что третья позиция в Сочи самая выигрышная. Ладно, едем дальше. У нас Гасли передо мной, я уже на 16-й строчке, в принципе, как за первый круг отыгранных позиций, это нормально. Если учитывать то, что я еще и на медиуме, но все-таки хотелось бы немного получше. И, в принципе, в третьем секторе я даже на медиуме от них не сильно-то и отваливался. Хотя я был очень удивлен, потому что у меня аэродинамика вот прям вообще не подходит под третий сектор. И вообще я там ехал почти без режимов. Вот, да. Я богачонки на любом режиме. Найс. Ладно, завершаем первый круг. Я, в принципе, плюс-минус хорошо выхожу напрямую, но из-за софта у них разгон будет получше. Но все-таки подрубив все режимы, начинает действовать скипстрим и моя низкая аэродинамика. Гасли смещается с траектории. Я пытаюсь его обогнать по внешней траектории, но он почему-то решил резко попытаться обогнать Строла. Из-за этого я его сразу не смог пройти. Мы ехали бок о бок в затяжном левом этом повороте, очень опасном. Я думала, он сейчас на меня перестроится, но, слава богу, этого не вышло. И мы продолжали ехать бок о бок. Думал, я сейчас его убью, но, опять-таки, ни этого не произошло. Я думала, сейчас закрыть ему траекторию, но он оставался у меня в базе, я не мог ему просто закрыть траектории. Он ехал прям рядом со мной, я не мог перестроиться на свою траекторию, чтобы уже огнаться за Стролом. А мы вот так вот продолжали ехать бок о бок, и это было прям для меня... Меня это бесило, потому что я терял все больше и больше времени. И только сейчас, перед второй зоной ДРС, мы, наконец-то, перестроились в пароводе. И только к четвертому кругу я смог догнать Ленса Строла. И, собственно говоря, Слипстрим, ДРС, режим обгона ЕРС, и Строл отправляется назад. Четырнадцатая позиция, передо мной уже Норрис, Гряжан и все, вроде, вот, болиды средней груши. Но у нас выезжает СК. Знаете почему? Потому что у нас сходит Готас. Конечно же он сходит не сам по себе, без колеса стоя в зоне безопасности. Его убивают. Убивают Феррари. Как все это начиналось? Ботас пытался обогнать с Леклером. Они поравнялись и ехали бок о бок. Но я-то думал, что вот на этом моменте повтора все должно было бы закончиться. Ботас должен был по внутренней траектории обойти Леклера. Но Леклер удержался на внешней траектории. И поздним торможением пытался пройти Ботаса. Но Ботас типа повернул в Леклера. И благодаря этому выезжает машина безопасности. И две Феррари лидируют в горном одиночестве. Два Рэдболла, конечно же, Феррари на этой трассе никакой борьбы навязать не могут. И как вы понимаете, сейчас они просто будут отъезжать и у них ноль соперников. Если они еще и бороться не будут, то на первую позицию у меня шансов почти ноль. Ну ладно, рестартить мой круг пытаюсь сразу же обогнать где-то Ланда Норриса. Он смещается с траектории. Я выбираю тормозить по внешней траектории. Думал, он сейчас будет обгонять Грошана. Но, слава богу, этого не произошло. И я легко прошел Норриса. Вышел уже на одиннадцатую позицию. Передо мной на седьмом круге борьба Риккерда и Грошана. У Риккерда возникли проблемы. Мне это сказал инженер. И его уже начинают проходить все подряд. Он очень был медленный. Я даже чуть не сломала в него крыло. Но все-таки в третьем секторе я кого-то прошел. Вы понимаете? Вы понимаете всю тупость данной фразы? Ну, это реальность. Ладно. Закрыл ему траекторию и уже поехал за Грошаном. И Грошана я мог догнать только на восьмом круге. И, в принципе, смог я его как-то более-менее пройти по внутренней траектории в этих поворотах. И даже закрыть траекторию. И с помощью ДРС он меня даже не смог атаковать. Дальше я чуть не убился. Меня снесло в стену. Но я удержал болид. И передо мной же Нига Хюлькинберг. Опять-таки, работать моя низкая аэродинамика и все режимы подрубленные. И я легко прохожу Халка. И уже пошел гнаться за Саенсом. Перед ним уже Киммерайк. Там уже и до лидирующей группы, и недалеко до Магнусона, который лидирует в данной группе и задерживает Албана. Потому что Верстаппин все-таки смог от них оторваться. А вот Албана на рестарте прошел Магнусон. И он за ним застрял. Потому что Магнусона что-то как-то сложно обгонять, как я понял. Ладно. Выходим напрямую и подрубаем все возможные режимы. И еще до, можно сказать, активации ДРС я прохожу Карлоса Саенса. Перед одной уже ведет там борьбу впереди Албан и Магнусон. Киммерайк на я сразу не смог, к сожалению, пройти. Но они продолжают вести друг с другом, как обычно, борьбу. Но все-таки Албан смог пройти Магнусона и выйти на позицию по номерам 4. Дальше я в третьем секторе пытаюсь обогнать Киммерайк на это даже более-менее проходит данный маневр. Но мы прям очень сильно отстали от впереди идущей группы. Я его оттеснял как можно ближе к стене внутренней. Также у нас еще пошли пит-стопы. У нас Фетек заехал на пит. Я чуть-чуть не убил Сапки Мерайканина. И он ехал намного быстрее меня, кстати, напрямую. Я прям удивился. Ладно, все-таки я его прошел. Вышел на четвертый боицу. Перед мной продолжается борьба. Албан пытается пройти где-то там Магнусона. Я ищу уже место для себя. И, в принципе, пока что я ничего не нахожу. Албан зачем-то начинает защищаться, ехать по центру трассы. Я пытаюсь этим воскользоваться, но торможу по поребрику и пролетаю дальше. Я молодец. Также мне становится на поребрике. И я ничего не смог уже поделать в этих поворотах с Албаном. Пришлось ждать прямой, а это долго, нудно и противно. Я теряю много времени. Думал, тут его как-то пройти, что я и попытался сделать. И, в принципе, этот маневр, на мое удивление, прошел. Но у них софт уже достаточно изложен 12-й круг. Уже по-хорошему надо бы ехать на пид. Что, в принципе, сейчас и будет происходить. Начнут заезжать абсолютно все софта на медиум переобуваться. А я стартовал единственный с медиума. И у меня будет пидстоп круги на 17-м, 18-м. Ладно. И также еще думал Магнусом где-то пройти сразу перед пидом. Но он на этом же круге сворачивает на пид-стоп. И я остаюсь в гордом одиночестве. Также и Шар Деклер свернул на пид. И я вышел на паспицу под номером 1. Я вышел в лидеры этапа. Еее! Найс! И начал просто как-то ехать достаточно хорошо. Вот как только я избавился от трафика, я сразу начал ставить лучшие для себя круги. Прям очень интересно. Также две Феррари добрались за Серхио Переса, который ехал позади меня. И Перес, кстати, под машиной безопасности заехал переобуваться на Харт. Прям очень интересно. И дальше у нас зашел Роберт Кубица. К сожалению, это печально. Это, наверное, для его болельщиков как-то, ну, такое себе разочарование. Но ничего из-за него не появилось. И дальше у меня на 16-м круге Пистоп пришел заезжать пораньше и переобуваться на Осов. В Феррари в 16 секундных позади я, как и говорил, ставил лучшие для себя круги с каждым кругом. Один раз чуть-чуть не поставил лучший круг. Точнее, я его поставил, но потом Феттали его сразу же перебил. А потом его перебил вообще еще кто-то, я не помню. Но, ладно. Пистоп 2.7, в принципе, нормально. И 60 км в час на Питлейне. Я просто еду и... Это так долго и противно. Ладно, выезжаем на позицию под номером 5. Впереди Магнус, но позади Ферстаппина и Переса. И, конечно же, двух Феррари, которые отъезжают и отъезжают. Но Перес на Харте, он сейчас будет задерживать Ферстаппина. А Феррари в это время все отъезжают и отъезжают. Потому что они на каждой прямой обмениваются позициями, разгоняют друг друга с помощью ДРС. И для них это только плюс. Прошел Ферстаппина, наконец-то вышел на позицию под номером 4. Передо мной уже Перес. Переса надо было атаковать и проходить как можно быстрее. Потому что я за ним все теряю и теряю. И как-то это мне не нравится. Потому что за 9 кругов мне надо наверстать, да, небольшой, но отрыв от Феррари. А они друг друга разгоняют с помощью ДРС. Прошел Переса вообще по внешней траектории в поворотах во втором секторе. Постал также лучше первой секторе. И как вы понимаете, конечно, я начал штамповать лучшие круги. И на 19 круге очень быстро я подъехал в другом Феррари. И уже сразу Феттель пошел отлетать от меня. Точнее, я отлетала от Феттеля. Потому что я додумал, сейчас я его как легко пройду напрямую. А нет, он как-то ехал даже быстрее меня напрямую с зоны ДРС. Как-то не очень-то мне это и понравилось. Но он все-таки с помощью позднего торможения, с помощью более мягкого комплекта, я его прошел по внешней траектории в третьем секторе. Второе, бум, в третьем секторе. Видали? Да, вообще, прям сила во мне. Ладно. И дальше уже отлетает Леклер. Потому что он вообще не понял зачем. Но решил как-то, чоли, защититься от меня в последнем повороте. То есть он думал, я в последнем вузном повороте буду его атаковать. Очень странно. Также еще я удивился, почему мне дали ДРС, а не Леклеру. Потому что я его прошел уже до зоны детекции. Он был позади. А дали ДРС мне. Очень странно. Также у нас сошел Роман Грожан. Опять-таки, ничего не появилось. А дальше у нас сошел... Сошлись друг с другом два Макларена. И из-за этого пострадал... Точнее, вывал из гонки Карла Сайдс, своего уже напарника. Но две Феррари не останавливались бороться. Они все так же продолжали борьбу. Но все-таки Феттель вышел вперед. И начал даже понемногу отъезжать от Леклера. Но Леклер так быстро не сдавался. Он продолжал атаковать Феттеля до последнего круга. Но все-таки Сэп остался впереди. Ну, а я выигрываю его в Грам-при Сочи. Наконец-то. После двух Грам-при, где я не выигрывал. По своей любопости, мне кажется. Ладно. Это победа. Это хорошо. Две Феррари позади. Ботас ошел. Значит, они приближаются к нам в Кубе Конструкторов. Но там и до того большой отрыв, что нам вообще уже пофиг, наверное, на сход Ботаса. Ладно. У нас, в принципе, позиум стандартный для нашего сезона. Мерседеса две Феррари. Либо два Мерседеса, одна Феррари. Я даже забыл, когда Ферстаппин был на подиуме. Напомните, пожалуйста, кто помнит. Ладно. И, в принципе, пока мы смотрим подиум, я вам хочу сказать то, что... У меня подкасты почему-то набирают намного больше просмотров, чем из грязи в князи. И это как-то не очень классно. Потому что на из грязи в князи уходит намного больше времени монтажа. А просмотров это вообще не собирает. Собирает там, ну, по 30 просмотров. А подкаст, вон, меньше чем за сутки за ночь набирает 50 просмотров. Вы понимаете, это как-то, ну, не очень классно для меня, для того, кто пилит видосы. И, как бы, надеюсь на вашу поддержку, что вы будете смотреть из грязи в князи. И вот, вообще, видосы по F1 2019. Ладно. У нас четвертый приезжает Макс Ферстаппин. Дальше, благодаря своей хорошей расслабительной стратегии, пятым приезжает Перес. Дальше Магнусен, Райканен, Хюнгенберг, Албан и Норрис. Албан провалился до девятой позиции, потому что у него также еще возникали проблемы. И для него это просто полный провал. У нас два схода по причине аварии и два схода по причине отказа цилиндра. Ладно. И так, в принципе, по контактам у нас их было не так уж и много. По тактике у нас все стартовали с софта. Кто-то перешел на медиум. Почти все перешли на медиум. Гасли и Кубица и Перес перешли на Харт. А я стартовал с медиум и перешел на софт. Да. Контактов не так уж и много. Я думал, что их будет больше. Я вообще думал, что будет больше сходов в Сочи с модом на реалистичные повреждения. В личном счете у нас Ника Хелькемберг проходит своего напарника Риккярда и Лэнс Астрола выходит на позицию под номером 12. А Кубица все еще без очков. Ну, как-то почти реалистично. Только у Рассела есть три очка. Хотя это слишком много для Вильямса. В Кубе Конструкторов у нас все еще огромнейший отрыв от Феррари. Ну и, в принципе, на этом я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.